Добрый день! Створение новых прационных мест, тема, которая для представников УЛАДы, в последние месяцы, особенно актуальна. Первопочатковая разговора шла о працеулатковании 2500 человек в 2016 году. После того, как 23 лютого вышел указ номер 78 о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь, задача ускладнилась. По коль официйное задание у Радом Краины недоведено, а гучивается прикладная лечба у 3600 прационных мест. Однако облвыконками выполнены, что коль она вырасти до 5000, это не станет проблемой. Головное – удовольствие не о простых экономичных умовах у период оптимизации на предприемствах колькости працующих заховать высокопрофессийные кадры. Одно из направлений – это новое предприятие, новое производство. Вы наверняка знаете, что мы по этому количеству вновь создаваемых новых предприятий практически являемся лидерами в Республике. Достаточно вспомнить нашу деревообработку, три завода. На выходе вот в этом году мы планируем два завода. Светлогорский целлюлозный картонный комбинат ведет и в Добруши планируем в 2016 год. Вот в Металлурги ввели, НПЗ Мозырский введет, еще мощности очень большие. Нефтяники работают активно, поэтому мы, конечно, работаем над созданием новых, абсолютно инновационных производств, которые бы чувствовали себя уверенно на перспективу. Створение працонных местцов немогчимо без притягнения замежных инвестиций. Нададенный МОМ от Гомельским Абл-Выконкам на огульную сумму больше, как 2 миллиарда долларов, заключено 179 погодненел, с яких 63 реализованы и 66 находятся у стадии реализации. Приходят новые абсолютно инвесторы и создают хорошие мощности. В этом году у нас тоже будет таких несколько производств. Мы в отрасли гидравлика создали как минимум два уже. К нам идет украинский капитал, с учетом ситуации, которая складывается на рынках Российской Федерации и Украины. И, безусловно, для нас хороший шанс воспользоваться этим моментом и привлечь сюда потенциальных инвесторов из нашей соседней республики. Так само, как отзначено на посяжении, великие надеи по выполнению задачи просолодкования насельництва связаны с протримальницкой инициативой. У теперешних рыночных умовах малый и средний бизнес – мощный фундамент для развития экономики. Еще не иснует шмат прикладов у развитых краинах света, коли добробыт громадян забеспечивается минавито приватным сектором. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня означается сусветный день боротьбы с туберкулезом. 24 сакавика 1882 года был здесненный науковый прорыв. Немецкий микробиолог Роберт Кох после 17-ти годов працы у лаборатории открыл сбуджальника туберкулезу. Те научилась медицина с тех пор сопростоять к этому захворванню и кольки же хоров региона сегодня живут с диагнозом туберкулез, доведались наши корреспонденты. Гомельская областная туберкулезная клиническая больница – ведущая шмат-профильная лечебная установа в области в Галине пульмонологии, иммунологии и инфекционных захворываний. Лечения тут отримливают хворые на туберкулез с усею Гомельщины, а их дарычу сегодня в регионе больше 1500 человек. За прошлые пять годов узровень захворывания снизился больше, как на 20%. Узровень спиротности – омально-пологу. На сегодняшний день мы с вами практически все инфицированы туберкулезной инфекцией. И если так взять в мире, то практически треть населения инфицирована. Но это не значит, что они все должны заболеть. И само заболевание проявляется уже клинически тогда, когда в организме происходят соответствующие изменения и есть предрасполагающие факторы для того, чтобы это заболевание проявилось. Медики упевненно стверждают, что туберкулез вылечен. Сучасная медицина имеет все махчимости, как перемахчих это захворывание. Новое обстановление позволяет выявить ДНК туберкулеза на ранней стадии литерально за одни сутки. И сразу вызначить совмещальность организма с теми и теми препаратами. Все вопросы, связанные с оздоровлением, с поддержанием иммунной системы, значит, опять же, это здоровый образ жизни, избегание вредных привычек. Но, в принципе, не так все это сложно на самом деле на сегодняшний день. И это одно из предпосылок – не заболеть. И еще один момент, что должно знать население, что все-таки у нас существует вакцинация туберкулеза. То есть та вакцина, которая вводится детям, это, опять же, элемент защиты от туберкулезной инфекции. Поэтому население тоже должно об этом знать. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Акция «Белый рамонок», якая прошла в Гомеле, промеркованная миновита до Международного дня боротьбы с туберкулезом. На протягу опошних 10-ти годов в этот день у городе працуют пересонные аппараты «Пульмаскан», где все ожидающие могут пройти обследование и отримать консультацию медиков. Так было и сенья. Головная мета подобных мероприемств в протягнении уваги громадскости до проблемы расповсюживания туберкулеза. На улицах города волонтеры тлумаршать меты акции, рассказывать про историю захворывания, симптомы, шляхи передачи. Такая профилактика и еще один способ выявить новые выпадки небеспечного захворывания и оказать поддержку тем хворым, которые имеют ее потребу. В этом году пересонные аппараты «Пульмаскан» працавали на площади «Паустанья» и «Калякина театра «Мир». Кожный раз флюорографичное обследование таким шином проходит больше за 100 человек. Зручное размешение аппарата у города и максимальность отримать выник не на наступный день, как у поликлиницы, а сразу на мессы, до того же еще проконсультоваться с медиками, робить этот способ обследования вельми популярным. В городе Гомеле немножечко стал падать уровень заболеваемости туберкулезом, но, опять же, очень актуальны вот эти вот «Пульмасканы», обследования, для того, чтобы не расслаблялись люди и постоянно проходили рентгенно-флюорографическое обследование, и соблюдали правила санитарной гигиены, ну и заботились о своем здоровье. Протягиваем выпуск. Конкурс «Сярод молодых журналистов» объявила Республиканское громадское объединение «Белая Русь». Принять у ему дел может любой жадающий во взросле до 22-х годов. Перевага жадается членам клуба «Юных журналистов», а так само молодым корреспондентам районных и городских газет, интернет-сайтов и телебачення. Конкурс «Золотое пяро Белой Руси» истнует уже 4 годы, однако у адрознений от попередних годов на этот раз будет не один, а три отборочные этапы. Первый из них районы уже есть день. И он завершится 15-го красавика. До этого часа жадающим принять у делу в конкурсе варта звернуться у районной организации «Белой Руси». На речи проявить свой таллинг конкурсанты могут у трех тематичных номинациях. Агульным же для усіх з'является мета-популяризация культурного и исторического минулого нашей краины. До делу допускаются друкованные материалы, фоторепортажи и видеоролики. На опошний республиканский этап будуть отправлены лепши-злепши. Конкурсные работы оценят профессийные журналисты и литераторы. Имены переможцов огушать 4 вересня у День белорусского письменства. В первый год, когда этот конкурс только запустили, мы широко информировали об этом конкурсе. Но, тем не менее, всего две работы от Гомельской области было в первый год. На следующий год это было уже 60 работ, в прошлом году 76. И работы уровень, и работ, конечно, разные. И ребята себя пробуют. Работы и с профтехобразованием, и с вузов, и просто школьники. И некоторые работы просто впечатляют. И об спорте. Футбольный клуб Гомель рыхтуется до нового сезона у первой лидер-шемпионата Беларуси, старт якого намечены на 16-го красавика. Зеленые-белые провели шарговый товарыцкий матч. У гостей до Гомельшан приехали футболисты Орши. Команда с Витебской области так само выступает у первой лидер-шемпионата. Спарринг – способ для Гомельшан проглядится до соперника по шемпионату, а так само попрацовать над своими слабыми боками. Галунны тренеру Владимир Журавель не утоивая, что зараз основная вага гульни у Атацы. У первой тайме в составе зелено-белых на поле вышли резервисты. Яны не раз близко подступалися до ворот соперника, однако до соправды небеспечных ударов не доходило. А вот гостей свою махчимость ускористалися – 0-1. У другим тайме тренерский штаб Гомельшан пошел на кардинальные змеи, выпустивши потенциальных гульцов основы. На поле засталися только три футболисты, які починали матч. В острых моментах Гомеля организовал больше, однако забить смогли только одной. Ознашился Дмитрий Гомза, який литерально на днях официйно стал гульцом клуба. На этом подписная кампания Гомеля в этом межсезонне завершилась. Я думаю, что мы на этом остановились. Во-первых, и нет тех ребят, которые могли бы реально усилить. Во-вторых, есть определенные условия, в которых мы работаем. И на сегодня Теслюк Алексей оформил отношения с клубом. Поэтому, я думаю, это уже у нас окончательно. Плюсновик мы ждем. Проперервали колено. Должен скоро вернуться в строй Гнатенко. Новины региона, информацию о проектах телерады компании Гомеля вы можете знайти на нашем сайте и в интернете по адресе. www.cvrgomel.by На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.